Социально-экономическое развитие Черкесска, поддержка военнослужащих и их семей, комфортная городская среда и многие другие приоритетные задачи озвучил мэр республиканской столицы Алексей Баскаев. В мероприятии принял участие председатель правительства республики Мурат Аргунов, также представители правоохранительных органов, руководители федеральных подразделений общественных организаций и городских предприятий. Дарья Тендит расскажет подробнее. Начиная свое выступление, Алексей Баскаев подчеркнул, что для мэрии города на протяжении двух лет поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также их семей является приоритетной задачей. Мэрия Черкесска, предприниматели, горожане принимали самое активное участие в отправке грузов нашим военнослужащим. Здесь на местах помощь семьям военнослужащих оказывается комплексно. С каждой семьей работа ведется индивидуально. В отчетный период город показал рост поступлений налогов и других сборов. По сравнению с предыдущим периодом, объем собственных доходов городского бюджета увеличился почти на 6%. Это на 77 миллионов рублей выше поступлений 2022 года. В рамках муниципальной программы обеспечения жильем молодых семей в прошлом году выдано 15 сертификатов на приобретение жилья, в текущем – 14. Всего по муниципальной программе сертификаты на приобретение жилья получили 62 семьи из Черкеска и 815 многодетных семей получили участки. В северной части города жилье получат еще 35 тысяч человек. В прошлом году 198 семей Черкеска, жители четырех многоквартирных домов, получили новые квартиры в северной части города. В текущем году переселим еще более 200 семей. В прошлом году в Черкесске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроены 25 дворов. В этом планируется еще 22. Как и раньше, дизайн проекта разработаны с учетом мнений и пожеланий жильцов. Всего с начала действия программы в Черкесске приведены в порядок более 175 придомовых территорий. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» провели масштабную реконструкцию каскадной лестницы. Именно за этот проект проголосовало большинство жителей во всероссийском голосовании. Торжественно в День защиты детей открыли светомузыкальный фонтан в парке «Столетие Карачао-Черкесии» – одной из главных городских достопримечательностей. Провели благоустройство аллеи на улице Даватра, вблизи пограничного управления. В этом году приступили к реконструкции первого светомузыкального фонтана на площади перед мэрией. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в республиканской столице приведено в соответствие стандартам свыше 63 километров дорог, 13 километров из которых в прошлом году. В числе важных задач – обеспечение безопасности дорожного движения. Работы по улучшению в этой сфере ведутся на постоянной основе. В столице Черкеска полностью ушли устаревшие ламповые светофоры. Везде установлены современные программируемые объекты. В 2023 году впервые на участках муниципальных дорог установлены светофорные объекты, оборудованные вызывными устройствами для пешеходов для безопасного перехода дороги. В прошлом году на дорогах появились свыше сотни новых знаков, обустроены десятки парковочных мест. Положительная динамика была отмечена практически во всех сферах. В ходе доклада обсудили и проблемные вопросы, такие как санитарное состояние города, а также рассказали о реализации масштабного проекта капитального ремонта проспекта Ленина и подготовку к 200-летию города в 2025 году. Большую часть целей и задач, о которых рассказал сегодня Алексей Олегович, напрямую связаны с планами развития всей республики. Вся эта работа делается на всей территории муниципальных образований, которые есть в нашей республике. Дарья Тендит, Артур Мхце, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия.